В России идет голосование по поправкам Конституции. Одна из них касается бережного отношения к животным. И прежде всего здесь идет речь о гуманности. В нашей стране 400 приютов для бездомных животных, и многие из них выживают за счет пожертвования неравнодушных людей. Вот уже пять лет небезразличен к судьбе брошенных и покалеченных кошек и собак Анар Баширов, основатель приюта «Белый клык» в Черкесске. Как столь в непростое время заботиться о братьях наших меньших, не сломиться от разных предрассудков и просто быть добрым человеком. Светлана Шаганова посетила приют «Белый клык» и вот ее репортаж. Все бездомные собаки и кошки мечтают обрести свою теплую будку и, конечно, хозяина, который будет заботиться. Приют «Белый клык» собрал бы, конечно, всех бездомных животных. Но сюда попадают покалеченные собаки и кошки. И причиняют им зло именно люди – жестокие и хладнокровные. Собачка лает и очень хочет сама рассказать, в какую беду она попала. Но собачий язык мы не понимаем. И все душещипательные истории рассказывает хозяин приюта. На глазах детей, на детской площадке, эту собаку избивал мужчина. Был поврежден глаз. Собачку мы тоже простабилизировали, вылечили. Анар – ангел-хранитель этих животных. Он как доктор Айболит, спешит к едва выжившим животным. Лечит вот таких беззащитных кошек и собак. Выхаживает их. Здесь не просто приют. Своеобразный госпиталь для животных. Но чтобы содержать их и тем более лечить, нужны средства и немалые. Фондов специальных нет. И приходится рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Очень многие люди не понимают, что вот ты спасаешь собак, кошек, зачем вы их вообще лечите. Это существа, которые должны жить на улице. Но это все неправильно, потому что животные, кошки, собаки должны жить с человеком. И они нуждаются именно в человеческой помощи. На пожертвования Анар купил дачный участок. Установил вольер и одним словом создал уют для кошек и собак. В живописном дворике очень комфортно. В каждом кустике встретишь забавную кису. Жанет прячется от солнышка. А кто-то решил пообедать. Здесь у кошек два домика. Вот чистый блок. В нем все стерильно. Так называемая зеленая зона. В холодильнике молочные продукты, необходимые лекарства, вакцины. У нас есть кормящая собака, кошки. То есть они питаются у нас молочными продуктами. Дальше у нас тут есть вакцинации. Мы животных вакцинируем. Хозяин старается, чтобы меню у животных было разнообразным. Но все это быстро заканчивается. И опять-таки оказывают поддержку люди. Либо корм привозят, либо перечисляют средства. Второй домик – изолятор для кошек. Красная зона. Здесь находятся кошечки с разной патологией. После лечения они присоединятся к здоровым своим четвероногим друзьям. Вот трехлапый Афоня. После ампутации он вернулся к жизни и научился ходить без четвертой лапки. Сейчас тоже нуждается в доме. Но несмотря на то, что он трехлапый, тоже себя чувствует активно. Прыгает и по кроватям. То есть все у него хорошо, полностью здоров. А вот самая печальная киса – вишенка. Взгляд очень жалобный. Но все позади. Вовремя попало в добрые руки. Животные, как люди. Такие же разные. И внешне, и по характеру. Вот причудливая кошка Бетти. А на этаж выше взобралась рыжая хюрем. Тоже пока на карантине. Здесь, как в санатории, после всех процедур – релакс. Можно поваляться на кровати. Помещение кварцуется. Регулярно меняют и постельное белье. Но само название «приют» – это временное пристанище. И желание хозяина, чтобы здоровых кошек и собак забирали. Дай Джим на счастье лапу мне. Наверное, каждый из них хочет протянуть свою лапу своему хозяину. И, конечно, обрести свой теплый и уютный дом. Есть такие отзывчивые люди, как Анар, которые безумно любят животных. Но есть и недоброжелатели, которые обвиняют этого молодого человека в том, что все это он делает ради хайпа. Все неправильно, неправда. И наши подписчики видят нашу работу. Люди нам верят. И вот все показываем. Выставляем финансовые отчеты. На официальной страничке в Инстаграм все прозрачно. Здесь все доходы и расходы. И, конечно, вся жизнь приюта здесь, на этих фотографиях. Печальных и радостных. Радость, когда кошку или собаку спасли от смерти и забрали из приюта добрые люди. И одна из поправок в Конституцию касается именно защиты животных. И, может быть, после этого окружающие будут более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Ведь не зря говорят, животные – они как люди. Все понимают, так же хотят жить. И у них тоже есть мечта. Одна на всех. Обрести хозяина. И наверняка есть люди, которые, может, именно сейчас ищут свое пушистое счастье. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Стас Полянский, Александр Горпенченко. Вести. Карачаево, Черкесия.